Перчатки, крепкая обувь и мешки для мусора – это обязательное снаряжение участника трудового десанта. На борьбу с хламом вышли 47 человек. Это волонтеры серебряного возраста, школьники и студенты. Я как житель города Сочи считаю, что город нужно поддерживать в чистоте. Поэтому принимаю участие в таких субботниках. Что жители города бросают мусор на обочины и не убирают его за собой, я считаю, что это вообще неправильно. В корне надо менять. Человеческий фактор здесь налицо. Пустые бутылки, обертки, пакеты, даже старая обувь. Все, что давно должно было отправиться на мусороперерабатывающий завод, украшает обочину сочинских дорог. Следующий пункт программы по очистке родного города – улица Армавирская. Здесь под бдительным взором жильцов работы оказалось не меньше. Таким субботником экспромта местные жители остались довольны. Правда, сами участие в нем не приняли. Но, как говорят, в меру сил стараются поддерживать во дворе порядок. Для детей там организована площадочка. Убираем, елочку поставили на Новый год. Было это все во дворе, то есть около своего дома. А вот за домом, то есть рядом с гаражами, детский праздник точно не стоит проводить. Здесь и коробки, и срезанные ветки, и старая мебель. В рядах активистов Валерий Куковицкий. Волонтер серебряного возраста. Он всегда принимает участие в экологических акциях и субботниках. Сейчас мы его тянем. Такие свалки между домами, считает Валерий, не показатели, что все жильцы плохие. Я думаю, что люди видят и понимают это. Ну, есть, наверное, у нас и люди нерадивые, которые позволяют себе выбросить мусор там, где не нужен. Хотя, должен сказать, что у нас очень много и урн различных, очень много мест, где можно было все это положить. Но люди, несмотря на это, несмотря на это, конечно, не все, это единицы какие-то. Но после этих единиц приходится такой массой большой работать на волонтерам. Только по итогам уборки двух улиц было вывезено почти 400 мешков с мусором и еще один камаз с ветками. В ближайшее время волонтеры планируют продолжить акцию «Сочи – чистый город». И очень надеются, что к ним присоединятся и сами жители. Галина Моисеева, Борис Осин, телекомпания «ФКТ». Галина Моисеева.